Так, победительница первенства России по фехтованию на саблях среди девушек Алина Михайлова, Новосибирская область Алина, поздравляем вас с этой победой Ну, честно говоря, когда мы увидели состав финальной четверки Что только ты из первых 16 туда вошла, мы очень удивились, как ты? Ну, если честно, я тоже очень сильно удивилась Ну, это правда неожиданно, что в четверку попали девочки Которые идут ниже по рейтингу всех из них И вообще по возрасту тоже две девочки младше Ну, для меня это было правда неожиданно Ну, ты создала какие-нибудь сложности или нет? Ну, вообще, например, с Дашей Дроссой я их встала первый раз за этот год Вот, который был кадетский И поэтому, как бы, было как-то, ну, неожиданно Надо было приноровиться, да? Да, надо было приноровиться вот именно к ней А так, как бы, никаких таких не произошло неожиданностей Скажи, а психологически, ведь ты, лидер, и так от тебя ждали победу А тем более здесь, когда все преследователи уже повылетали Тяжело было по этому? Если честно, да, было тяжело Потому что, правильно, было неожиданно, что они попали И поэтому меня волновало это Потому что некоторые девочки, знаете, просто загораются на некоторых соревнованиях И психологически тяжело подавить Вот, ну, и вот поэтому мне было так У Дарьи Дросс вчера день рождения было Не хотела ей подарить золотую медаль? Ой, нет, мне она самой нужна Она была для себя, чтобы я доказала себе наконец-то А то у меня не очень хорошо проводили Ну, на Позняковском, в Казани Мне не очень хорошо все шло Поэтому сейчас я хотела себе прямо доказать, что я лидер сейчас в российском рейтинге Для себя Мне нравится, когда человек, который возглавляет российский рейтинг Возглавляет рейтинг европейского кадетского цикла Говорит, что не очень хорошо Это как это? Ну, я не знаю Просто... Хочется больше, да? Да, мне кажется, больше хочется Алин, ты иногда такой голос включаешь Очень, надо сказать, громкий Скажи, тебе это эмоционально хватает? И на то, и на другое? И на голос, и на хитованье? Я сейчас на... Меня вот именно... То, что я... Это идет как бы от сердца И поэтому я эмоционально выкладываюсь И мне это помогает себя взбодрить Поэтому для меня это вот прям самая главная точка Что я должна это сделать, крикнуть после удара Если, ну, просто мне это нужно психологически Поэтому так получается Ну, сейчас международные старты Будет какая-то особенная подготовка к ним первенства Европы, мира? Да, сейчас вот мы должны поехать на 19-го И мы должны поехать на сбор Как бы Вот нас вызовут все Вообще он начинает с 19-го И у нас будет подготовка усиленная Все девочки, которые попали Мы с ними будем фитовать И, скорее всего, ну, там будут лениоры Поэтому большая подготовка Вот опыт с лениорами фитовать Потому что на международных соревнованиях, конечно, тяжелее Чем на российских Чем? На российских соревнованиях Чем, чем на российских? Ну, то, что там делать Ну, у них совершенно другое фехтование У других стран Поэтому вот К ним тоже надо приноровиться Хорошо, спасибо тебе И удачи в дальнейших турнирах Спасибо Аделе! Собрание, пойдем